О оперативной обстановке на юге Украины и в Черном море, о новой базе россиян на Арабатской стрелке и мобилизации в Крыму, также пророческих предвыборных баннерах Херсонского коллаборанта. Обо всем этим поговорим с нашим следующим гостем. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии, присоединяется к нашему эфиру. Сергей Борисович, здравствуйте. Рады видеться. Здравствуйте. Слава Украине, здравствуйте, коллеги. Рады свидетельствовать. Сергей Борисович, итак, посмотрели мы этот сюжет о ситуации в Крыму. Стоит, наверное, добавить, что после деоккупации нашего полуострова гражданских оккупантов, россиян, всех ждет индивидуальное выдворение. И наш полуостров должны будут покинуть все те, кто нарушил условия въезда за эти 9 лет. Скажите, как вам в целом тенденция уменьшения этого турпотока? Ну, во-первых, это становится очень приятной тенденцией для нас. Оно еще более приятное для тех россиян, которые, к сожалению, таких мало. Тем не менее, есть еще некоторые адекватные, которые на уровне самосохранения думают о своих жизнях, о жизнях своих близких и родных. Поэтому еду через Крымский мост только в обратную сторону. И вот эти слова «всем срочно покинуть Крымский мост» я думаю, что со временем мы услышим другое. «Всем срочно покинуть Крым». Тот, кто это услышит и будет первым, ему повезет больше всех. Поэтому, вы знаете, вот туристы из Ханты-Мансийска, я думаю, что туристическую индустрию можно развивать там. Есть там много прелестей и забыть о дороге в наш Крым. Потому что отношение к тем, кто незаконно пересекал наши границы, конечно же, будут и списки составленные. Я сейчас никого не пугаю, просто мы будем выполнять те законы Украины, которые существуют, которые есть, ну и в том числе и соблюдать международное право. Поэтому пророческий будет сегодня говорить как мантру «срочно покинуть наш украинский Крым». Да, но, к сожалению, пока что еще Россия не находится на территории нашего полуострова и продолжает его милитаризировать. На Арабатской стрелке Россия сейчас строит некий объект, похожий на военную базу, на площади около 80 гектар. Еще 200 гектар занял полигон, об этом пишут в соцсетях. Работы по обустройству базы, по данным спутника, «Сентайнл» начались в конце марта 2023 года. Наиболее активная фаза пришлась, собственно, на это лето. Объект располагается сейчас в воображаемом треугольнике между поселками Приозерная, Геническая горка и Счастливцево. Сергей Борисович, что известно об этом? Это еще одна законная цепь для наших сил обороны. Абсолютно верно вы подметили, абсолютно верно расставляете акценты. Нет сегодня на территории временно оккупированной ни Запорожской, Херсонской и областей, а также Крыма ни одной незаконной цели для украинских вооруженных сил, для наших сил обороны. Понятно, россияне, они умеют это делать, надо отдать должное, довольно хорошо строят фортификацию для того, чтобы ее потом преодолеть. Для деоккупации нашего полуострова придется потратить время, заплатить определенную цену. И, к сожалению, это речь идет и о жизнях наших солдат. Надо понимать, что пройти такую фортификацию довольно-таки сложно, но мы обязательно ее пройдем. Что касается вот таких объектов, то давайте, наверное, вспомним ближайшие случаи. Город Псков, казалось бы, все-таки далековато, более 700 километров, но, тем не менее, мы увидели результаты. Тоже говорим о Курске, мы говорим о других регионах России. Да, там, конечно, каким-то образом мешались, в том числе и внеземные цивилизации, наверное, которые находятся на украинской стороне. Потому что эти дроны, наверное, не всегда наши, к сожалению, с другой стороны, приятно, что это происходит. Что касается Крыма, процесс демилитаризации Крымского полуострова, он сегодня проходит. Что касается Арбатской стрелки, врага это однозначно не спасет. И, учитывая, что россияне очень любят проводить исторические параллели, могу напомнить им ситуацию начала 20 века, когда барон Врангель тоже думал, что крымский перешейок никто не пройдет. И именно на полуострове Крым будет создана некая такая российская недоимперия ограниченной территорией именно Крыма. Чем закончилась для генерала Врангеля эта мысль, эта мечта, мы тоже хорошо помним. То же самое будет и с российскими оккупантами. Я уверен, что демилитаризация Крыма, она будет производиться очень активно. И самое главное, что сегодня на территории и Крыма, и Херсонской области нет военных объектов, которые бы не могли доставать наши вооруженные силы. На все свое время, на все будет принятие, собственно, тех решений, которые будут позволять производить процессы деоккупации. Да, и первые взрывы в Крыму, стоит напомнить, произошли в августе минувшего года. Сейчас по сей день они продолжаются, и видна уже истерика. Однако, оккупационные власти Крыма сейчас усилили меры безопасности в акватории Феодосийского залива и запретили даже владельцам маломерных судов выходить в море на расстояние более одного километра от порта. Об этом, в частности, сообщает наш Центр национального сопротивления. А спутниковые снимки новые сейчас говорят о том, что россияне пытаются усилить защитное заграждение вокруг этого самостроя незаконного Керченского моста всем, что имеют под своими руками. Например, заякоренными или затопленными баржами. Как вы считаете, спасет ли это этот мост от украинских беспилотников? И какой будет реакция, когда этот мост рухнет в воду? У нас в Украине очень хорошее законодательство, которое способствует для того, чтобы проводить разрушение нахалстрою. Крымский нахалстрой не может долго существовать. Мало того, что эта конструкция построена, мягко говоря, не совсем соответствуя тем требованиям строительными, которые есть, например, у нашей страны, у нашего государства, то, соответственно, нахалстрою надо убирать. Будем убирать всем миром. Что касается возможных заграждений, которые есть у моря, да, это определенные препятствия. Это усложняет работу, в том числе и силы обороны, мы говорим и о спецподразделениях, мы говорим о вооруженных силах. Но еще раз хочу сказать, что есть возможность сегодня этот мост разрушить. Опять-таки, все решения, которые принимаются, они принимаются высшим военно-политическим руководством страны. Все решения, которые принимаются на поле боя, мы говорим о театре военных действий, о фронт протяженностью более 1200 километров. Поэтому, когда это будет необходимо, нахалстрой уйдет и канет в лету. Поэтому все решения мы увидим и враг ощутит на себе. Да, баржи, да, наверное, немножко будут мешать. Но дрон, он пройдет везде. Тем более, если это малюк. Да. Накануне в представительстве президента Украины в Крыму заявили, что российские сейчас власти готовят новую волну мобилизации. В частности, в Крыму. В представительстве считают, что Россия планирует мобилизовать до 30 тысяч человек и призвать до 10 тысяч срочников. Сергей Борисович, как думаете, выполнят ли оккупанты свой кровожадный план? Последние опросы, скрытые опросы оккупационных властей показали, что крымчане, ой, как не в восторге от этой мобилизации. Ну, а чтобы усилить этот восторг крымских коллаборантов, хочу очень быстро рассказать о судьбе батальона Керчь. Вы спросите тех, кто остался в живых от этого батальона, хотят ли они повторить свой героический, в кавычках, путь на территорию Украины. Я думаю, что не хотят. Поэтому батальон Керчь, пусть эти погибшие керчане стоят у них перед глазами, они понимают, что такая же судьба может настигнуть любой батальон, любое подразделение, которое назовется Феодосией, Севастополем и так далее, и тому подобное. Все будут уничтожены. Как уберечь себя в этой ситуации и не попасть в российское войско? Очень просто. Рецепт очень простой. Присоединиться к партизанскому движению, сообщать о перемещениях вооруженных сил Российской Федерации на территории Крыма. Ну, а если вы попали уже в боевое подразделение, то вы получили фактически и билет, вас доставят на линию фронта, там вы сможете ее перейти, прихватив с собой определенную информацию, и попасть в дружеские объятия украинских военных. Все это рассказать, потом получить стакан горячего чая, горячего борща и работать уже потом на оборону Украины только с нашей стороны. Ну, и потом, соответственно, после докупации Крымского полуострова вернуть украинский паспорт и провести свою оставшуюся жизнь нормально, сознательным гражданином Украины. Да, стоит добавить, что Украина выполняет женевские конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, на сайте Министерства обороны Украины вы всегда найдете номера горячих линий телефона правительственного проекта «Хочу жить», где вам расскажут четкую инструкцию того, как правильно сдаться в украинский плен. И, Сергей Борисович, давайте с вами поговорим сейчас более детально о ситуации на юге нашей страны. Накануне видео одно очень сильно взволновало украинцев, сейчас попросим показать его наших режиссеров. В сети появились кадры, где воины вооруженных сил Украины поднимают украинский флаг на левом берегу, временно оккупированной Херсонской области. Это было своего рода послание для украинцев, которые переживают оккупацию. Скажите, какая обстановка сегодня на Южном фронте? Есть постепенное продвижение по направлениям Бердянскому, Мелитопольскому и Васильевскому. Продвижения довольно-таки сложные, но еще раз говорю, каждый день есть продвижение. То есть это тот позитив, о котором можем говорить. Однако сейчас не следует прежде всего и нашему обществу слышать о каких-то победных реляциях, потому что тяжелая боевая работа, она продолжается. Это действительно не поход в кино, это действительно не экшен. И тут очень важно соблюдать и ту информационную тишину, которая должна соблюдаться прежде всего гражданскими людьми. Потерпите, все расскажут, все донесут. И тут обязательно надо учитывать фактор информационной гигиены, потому что мы видим, как российские псошники очень активно работают. Но когда видим вот такие заходы на левый берег, кто сказал, что нас там нет, и видим поднятие украинского флага, то понятное дело, что это мотивирует. Мотивирует граждан Украины, которые находятся на левом берегу. Ситуация там очень сложная и гуманитарная ситуация, и социальная, и нехватка воды после террористического акта с подрывом Коковской ГЭС. Ну и, собственно, давайте говорить откровенно, вот такие мероприятия, которые проводят наши бойцы, они мотивируют и каждого из нас, кто находится в боевых подразделениях, кто находится в тыловых подразделениях, кто находится на предприятиях, вообще в тылу, потому что мы видим, что все не зря, и Украина возвращает свои священные земли. Да, и об этом также говорят в нашем генштабе вооруженных сил Украины, говорят о неких успехах, да, действительно, на запорожском направлении. Но вот хочется услышать еще ваше мнение по поводу публикации, которая накануне появилась в немецком издании Bild. Там сообщали о том, что сейчас нашими войсками прорваны так называемые линии Суровикина. Скажите, пожалуйста, насколько сложны и опасны сейчас все линии обороны, которые прорывают и которые еще придется прорвать нашим военным? Ну, во-первых, я бы не спешил. Во-вторых, когда мы видим такие публикации, надо интересоваться, что же это за издание, какой характер носят его публикации, кто руководит этим изданием, какая направленность. Ну, а чтобы говорить более откровенно, и так скажу, смотрите, Суровикина нет, значит, линии Суровикина тоже не будет. Мы не будем спешить, не будем говорить о прорывах, так как не спешили, не говорили о контрнаступлении. На все свое время, я думаю, что в ближайшие дни уже всех нас ждут интересные и позитивные новости, в том числе и с названием населенных пунктов, которые будут освобождены. Поэтому не спешим, а очень внимательно смотрим за теми публикациями, которые есть, но ориентируемся на наших официальных спикеров. Еще раз скажу, работа очень тяжелая, работа очень эффективная со стороны вооруженных сил Украины. Самое главное сейчас максимально сберечь людей. Да, обязательно будем придерживаться этого правила. Все вы верно говорите. Есть другие темы для обсуждения. Скажите, пожалуйста, какая сегодня обстановка и в Черном море, если там носители ракет? Да, количество ракетоносителей увеличилось. Сейчас это три надводных корабля, возможный залп 24 калибра. Но это та ситуация, о которой мы говорим постоянно. Два-три часа она оперативно, динамично может меняться. Когда появляется подводный корабль, например, подводная лодка, то понятно, что это один, лично для меня, признак того, что враг может нанести ракетный удар. Ну, собственно, мы находимся в состоянии войны, поэтому забывать о том, что звучит сигнал воздушной тревоги для населения, необходимо сразу идти в укрытие, выполнять все эти правила поведения. Это действительно бережет жизни, поэтому могу лишь в очередной раз с вашей помощью призвать наших телезрителей, чтобы они слушали сигнал воздушной тревоги, шли в укрытие, но всю остальную боевую работу выполнят наши подразделения противовоздушной обороны. Сергей Борисович, ну и давайте еще детальнее поговорим действительно о том, как меняются сейчас нарративы, которые вбрасывают в информпространство российские пропагандисты. Мы понимаем, что по мере того, как война перемещается уже на территорию России, меняются и методички российских пропагандистов. В частности, они сейчас уже пишут о том, что Украина не сможет победить, даже все НАТО не сможет победить, взять Крым, черный рот Кремля в европейской части, всем известный Орбан, опять как с цепи сорвался, ему вторят так называемые эксперты разного калибра. Скажите, каких фейков действительно ожидать, по-вашему, в ближайшее время по ситуации на линии фронта? И, кстати, буквально накануне силы специальных операций ВСУ опровергли свежий фейк российского Минобороны о том, что якобы были уничтожены в Черном море четыре катера с военнослужащими украинской армии. Ну, смотрите, что касается вот этого приведенного вами примера, то, понятное дело, когда у врага есть проколы в обороне, есть неудачи на поле боя, есть итоги наших спецопераций, например, тот самый Псков, о котором я говорил, или аэродром Курск, то враг пытается информационно все это перебить. Чтобы перебить это информационно, по крайней мере, для внутреннего потребителя, надо, ну, придумать какие-то победы. Вот придумали такую победу, потому что проверить это невозможно. Что будет по ИПСО? По ИПСО еще будут разговоры о контрнаступлении, действительно, что ничего не удалось, что вот эти километры, которые проходят наши войны, это все не контрнаступление, это неудачи, это медленно и так далее, и тому подобное. Ну, и, понятно, о потерях тоже будут говорить, потому что россияне несут большие потери, сейчас будут бросы о том, что не хватает мобилизационного ресурса у нас, и так далее, и тому подобное. Мы видим это очень сегодня много таких примеров, поэтому еще раз скажу, надо обязательно внимательно смотреть на источники этой информации, чтобы, извините, российские информационные щеки не таскать в нашу медийную площадку, надо потреблять информационный украинский борщ. И полезно, и вкусно, и можно получить информацию, которая не снесет крышу. Но очень важно все же опровергать эти фейки, потому что их огромное количество. Даже для тех же россиян говорить и показывать то, что есть на самом деле, потому что они привыкли жить в информационном вакууме последние 20 лет, и очень сильно удивляются, когда видят эти новости. Поэтому для россиян рекомендую подписываться на официальные украинские телеграм-каналы. У нас много и военных блогеров, вы там получите очень много информации. И, кстати, если мы говорим о том, что вы хотите уберечь своих родных и близких от того, что они погибнут на поле боя в Украине, там очень много информации о том, как сдаться в плен, что необходимо делать и сохранить свою жизнь. Да, и подучить украинский язык тоже полезно, кстати. Сергей Борисович, давайте еще обсудим ситуацию в Беларуси. Там усиливается сейчас конфликт между наемниками ЧВК Вагнера и представителями Министерства внутренних дел в Республике Беларусь. Об этом сообщает национальное сопротивление Украины. Причиной конфликта стало происхождение этих боевиков, которые являются бывшими заключенными и преступниками. Из-за этого работники МВД отказываются работать с ними. И даже в сообщении нашего Центра национального сопротивления говорится, что кровавый подход к выполнению задач, которому учат беларусов, пугает даже псов режима. Как вы считаете, для чего так пытаются обучить беларусов такой тактике вагнеровцев? И что происходит, собственно, с этой структурой? Она умирает уже окончательно? Давайте я отвечу так. Вагнер, все. Что касается беларусов, я, конечно, при всем желании не верю в то, что они одумались, не верю в то, что они и дальше начнут что-то понимать, то, что делает с ними сегодня Россия. Это колония России, мы тоже это прекрасно видим. Но то, что касается Вагнера, вы знаете, ну, наверное, хорошо, что Вагнер туда зашел. Пусть посмотрят, пусть увидят, пусть, ну, простите меня, пусть совершат кучу каких-то преступлений, пусть беларусы на себе почувствуют то, что чувствовали украинцы с 24 февраля прошлого года, когда убивали наших детей, наших жен, наших стариков, наших бойцов, пытали, мучили. Пусть это все ощутят на себе. Я очень добрый человек, я человек верующий, но просто искренне это им желаю. А Вагнер все. Сергей Борисович, ну и Вагнер все. Сейчас на территории России последние дни проходила специальная похоронная операция с главарями этой частной военной компании. Сегодня якобы хоронят Уткина, накануне похоронили якобы Пригожина, но при этом Пригожинские все эти телеграм-каналы опубликовали накануне вечером видео, которое очень запутало в том числе и россиян. Они пишут уже в сетях сейчас о том, что они не понимают, кому верить. Путину, правоохранительной системе, Вагнеру и так далее. Давайте посмотрим этот короткий 20-секундный ролик и продолжим с вами общение. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года. Я нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Что вы можете сказать, как считаете, почему это видео появилось уже в соцсетях после того, якобы, когда Пригожина погрузили в землю обетованную? А только для того, чтобы его обсуждали больше, чтобы забыли сам процесс закапывания этой собаки, этого военного преступника в землю. Вот и все. Поэтому конспирология должна быть. Я не удивлюсь, если через несколько лет в какой-нибудь газетенке на российских болотах будут писать о том, что Пригожина видели где-нибудь на рынке в Рио-де-Жанейро в белых брюках, и он кричал, а где Шойгу, где Герасиму. Сергей Борисович, ну и до сих пор непонятно, где Суровикин. Как вы считаете, продолжится ли эта чистка в рядах Минобороны Российской Федерации? И как относитесь к заявлениям российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, который заявил, что следующей целью Кремля вполне возможно станет Кадыров? Я могу добавить, Кадырову присоединится и Лукашенко. Вот помяните мое слово, если Александр Григорьевич не примет определенные меры. Хотя прекрасно понимаем, что Лукашенко со временем тоже все. Его карьера завершится, может быть, чуть лучше, чем несостоявшаяся карьера Пригожина. Он сам выбрал свой путь, поэтому должен тоже закончить как военный преступник, которым Лукашенко является. Тут даже не надо проводить следствие, не надо заседание суда. Хотя суд должен состояться. Я, кстати, лично очень хотел бы, чтобы Пригожин на одной скамье подсудимых находился вместе с Шойгу, Герасимовым, ну и, возможно, на руках у них сидел Путин. Кстати, сегодня Лукашенко наговорил вновь заявление, вновь в адрес Польши. Говорил, что с Польшей, возможно, надо мириться. Подобные заявления он делал буквально две недели назад. Сейчас также сказал, что не выведет с территории Беларуси вагнеровцев, потому что Польша, Литва и Латвия тоже тогда должны вывести военный контингент. Как вы считаете, пытается все же лавировать еще Лукашенко и усидеть на двух стульях в шпагате? Или же действительно уже осознает, что скоро и Международный уголовный суд выдаст ордер на его арест? Да, он боится, он пытается лавировать, но это не позволит ему избежать справедливого наказания. Поэтому пусть готовится, пусть готовится. Ему надо готовить, если кому-то сухари, то ему картофельные чипсы. Сергей Борисович, спасибо вам большое за эту информацию, за этот разговор. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии, был с нами в эфире «Фридема». Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале «Фридем». Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Субтитры создавал DimaTorzok